В рядах президентского полка вновь пополнение. Уже 200 наших земляков достойно прошли службу в этой элитной части. Сегодня в Канаше состоялись провода еще 15 молодых людей, которые отправились отдавать долг Родине. Уже совсем скоро эти молодые люди наденут погоны Василькова цвета с двумя золотистыми буквами «П» и будут носить почетное имя кремлевского солдата. Призывники отправляются служить в президентский полк комендатуры Московского Кремля. Это почетная обязанность защищать Родину, служить Родине. Мы с гордостью смотрим на Вас. Надеюсь, что все невзгоды, которые, несомненно, есть в армии, Вы перенесете. Служба в этом подразделении – это особая служба. Вы элита из всех, кто у нас уходит. С нашей республики очень хорошая статистика. У нас, мы вас требуем не только в президентском полку, но и в других силовых структурах и так далее. В полку ежегодная ротация. Совсем недавно домой вернулись 15 кремлевских солдат, которые год назад призывались в элитный полк. Им вручили часы с символикой республики в благодарной за достойную службу. Самое первое, незабываемое, это первое заступление на первую по страны. То есть на могилу неизвестного солдата. Один из самых красивых, это, естественно, выделять среди других, как бы я не буду встал, потому что для них тоже не менее почетная служба. То есть на границе кто-то еще будет служить. Поэтому мне удалось, возможно, такая послужба в Кремле. Естественность сама-свою чувствовалась. Так, служим в самом Кремле. Почет. Служба изменилась в лучшую сторону. Взгляды на жизнь стали лучше. Теперь участвовать в протокольных мероприятиях на высшем государственном уровне, нести почетные караулы и службу у Вечного Огня предстоит новым призывникам. Настроение у меня хорошее, позитивное, очень рвось. Хочется, конечно, очень сильно. С 10 класса хотел в президентский полк, но я школу рано окончил, 16 лет. Вот поэтому после... Сейчас у меня 20 лет исполнится, вот я собрался лучше с теми силами. Я вот считаю, что сходить в армию – это долг каждого парня. Если парень в армии не был, для меня это как бы уже не парень. Я очень рада, в общем, что у меня сын попал в президентский полк. Он с детства мечтал. Уже два года подряд он хочет. Мы решили сначала пусть он доучится, но потом в этом году уже не запретили. Пусть думает, отслужит. Потом видно будет дальше, куда он пойдет, как будет жить. Как сложится жизнь у призывников после службы, мы сможем узнать ровно через год. Юлия Важенина, Расиль Мухаммедов, Республика.